В этом видео я разберу самую важную концепцию реакта, про нее не рассказывают 99% инфлюенсеров на ютубе. Так как же устроены хуки в реакте? Помните, когда первый раз увидели хук? Скорее всего, это был какой-то useState в каком-то самом обычном функциональном компоненте Counter. И вот как раз 99% видео на ютубе не рассказывают, зачем этот хук, как он реализован внутри, почему мы не можем просто использовать замыкание. Вот же у нас, например, мы можем использовать какую-то переменную count, ее выводить и замыкать ее в надежде, что этот count замкнется вот на этой функции. Есть же Counter, и он должен замкнуть эту функцию. Почему не так? Ладно, я начал читать, смотреть документацию, другие видосы и понял, что каждый раз эта функция как-то отрисовывается зачем-то, и это замыкание теряется, и я не могу достучаться до той функции. То есть, условно, у меня есть вот этот вот каунт, и каждый раз, когда я буду запускать эту функцию Counter, у меня этот каунт будет новым. И к тому старому каунтуру он не будет иметь никакого отношения, потому что старого уже нет. Это полностью новая запущенная функция. Ладно, это я понял, но я все еще пишу код, как будто я вот как обезьяна, меня научили копировать синтаксис. Я копирую синтаксис, не понимая, зачем даже самый банальный useState нужен, как он работает под капотом. После пары провальных собесов, из-за того, что я этого не понимаю, самой базы, я начал дальше искать информацию, и нашел одну очень хорошую статью на Netlify, ссылка будет в описании этого видео. Там показывается вот такой примерный код того, как useState работает под капотом React. Это примерный код, но он достаточный для того, чтобы понять суть. А суть в чем? Суть в том, что автор этого кода показывает, что у нас идет разделение. Есть функция отрисовки, наш компонент. Есть useState, это что? Это какая-то, можно сказать, API-реактор, которая где-то в React реализована. Но самое интересное, что показано в этом коде, о том, что эта функция useState, она обращается к некому полю memory, который реализован еще выше в родительском каком-то окружении. То есть из этого примера мы четко понимаем, что есть какая-то функция в нашем компоненте, вот в этом JSX файле. И она совсем не связана с тем, что у нас есть в React. Это уже React. То есть состояние хранится как раз-таки в окружении React, который создает, а не в нашем JSX файле. В нашем JSX файле мы просто обращаемся через какие-то функции, опять же, реактовские, чтобы получить это состояние. Это состояние находится в React. Отличная статья, но я все еще не понимал сути. Вообще, почему useState? Почему useEffect и так далее? Зачем они нужны? Что именно? Как по правде они реализованы под капотом? Вот покажите мне не условный код, а покажите мне реальный код. Я могу в нем разобраться-то вообще? В итоге я дальше читал и читал Хаббер, документация. Блин, React и документация это вообще отдельная история. Там даже нет мотивации, зачем нужен React. Там сразу, а давайте посмотрим, как реализовать самый простой компонент. Зачем он нужен? Итак, недавно совсем я увидел вот такую лучшую книгу в мире. Лучшая, потому что она перво-единственная. Но создаем фронтенд фреймворк с нуля. И в этой книге как раз таки представлена и модель того, как нужно понимать React. И можно легко увидеть ссылки на настоящий код React, Vue и прочих современных фронтенд фреймворков. Название книги на английском, на русском, как ее купить и исходный код этого проекта я выложил у себя в Телеграме. Это призыв на подписку. Книги представлены как раз таки минимально, но достаточная абстракция над React, над условным фронтенд фреймворком. Достаточно, чтобы уловить суть как раз таки хотя бы от хуков. И в этом коде нам предлагается, что мы создаем условный компонент. Вот большой классовый компонент. В котором есть какая-то функция state и есть функция отрисовки. То есть это вообще мы задаем начальное значение нашего состояния. И в этой функции отрисовки мы также, очень похожи на что-то на код синтаксис, можем обращаться к этому состоянию. Вот как будто бы к этому, да? Но у нас тут this state. This у нас нигде не описан, сам state. Это вообще можно представить как React createElement. Если посмотреть как раз таки в defineComponent, мы увидим, что defineComponent у нас реализован где-то внутри React. Он принимает и render функцию отрисовки, которую мы сделали. Он принимает state, условная конструкция для регулирования состояния. И мы видим, что у него есть как раз таки updateState, который делает какой-то патч, который возвращает какой-то патч и меняет виртуальный дом. Вот в этом-то и суть. React хуки нужны, чтобы дочерний компонент, условная функция отрисовки, могла получать доступ к состоянию своего родительского узла. Вот, обращаться к API, предоставленному updateState, у этого родительского узла, родительский узел, defineComponent, если посмотреть на его реализацию, у него есть класс-компонент, который дает нам эту функцию для обращения к this state. This state реализован где-то тут. Где-то в классе есть state. И он реализован, чтобы обращаться к нему. В этом-то и суть. В React компоненте, то есть в функции, нет состояния. Вот это превратится, вот это все превратится в, еще раз, JSX элемент. То, что мы описываем как программисты. Тут нет состояния никакого. Тут мы только обращаемся к состоянию. И вообще вся эта функция может перерисовываться сколько угодно раз. Она будет перерисовываться с нуля каждый раз. Состояние есть в родительском узле. И родительский узел уже на протяжении всего проекта не перерисовывается. У него обновляются лишь поля. Вот этот вот state обновляется каждый раз. Ну и виртуальный дом. Много каких полей могут обновляться в родительском компоненте. И получается самое интересное, если уже приближаться к настоящему React. Если эту функцию переименовать, например, ну не знаю, например в класс, в Fiber, а дальше функцию отрисовки переименуем в какую-то функцию компонент, функциональный компонент. И поменяем то, как он обращается к своему состоянию. Например, на функцию, ну не знаю, использовать состояние, например, useState. Тогда мы и получим ту архитектуру React, которая сейчас реализована, как она и работает под капотом. Поэтому можем еще раз даже посмотреть на настоящий исходный код React. Еще раз показываю на простом примере. Есть React компонент. Вот функция, функциональный компонент описывает React компонент. У него есть useState. Мы обращаемся через эту функцию к состоянию. Каждый вот такой компонент React оборачивается вот через эту функцию createFiberFromElement. Вот этот вот элемент, это что? Это как раз-таки наш компонент counter. Вот написано же React элемент. Такой каждый элемент оборачивается в Fiber. Вот тут видно, что возвращается Fiber. Просто такая архитектура у React реализована. А этот Fiber, если мы посмотрим в его реализацию, каждая Fiber нода, у нее есть поле memoistState. Как раз-таки оно и отвечает за состояние. И каждый раз, когда мы обращаемся в useState, мы идем на самом деле, вот в эту реализацию useState. Мы идем как раз-таки в это поле. Возвращается это поле memoistState, которое есть в React Fiber ноде. Вот memoistState хранит состояние, React его и через useState и возвращает. Вот так вот идет логика. Поэтому на этой схеме-то я и подчеркиваю, что куки нужны, чтобы дочерний элемент получал доступ к состоянию своего родительского узла, он же Fiber нода. Fiber обновляют свое состояние, то есть свои поля, вот этот же memoistState тот же самый, через алгоритм согласования. Там внутри создается временная копия Fiber, она называется как раз-таки work in progress. Она делается для того, чтобы просто сопоставить поля, которые нужно обновить, и обновить их в итоге. Но это уже совсем другая история. В итоге я потратил огромное количество времени, изучая все это. Но я призываю вас, давайте копаться глубже. Давайте изучать суть вещей, а не тратить наше время на поверхностный синтаксис новомодного крутого хука. Как завещал классик, если вы есть, будьте первыми.